В протестантском мире проблемы насчет спасения. В большинстве церквей, в которых я бывал за эти годы, с 96-го года начиная, порой очень такое упрощенное понимание. Вот произнес волшебную формулу такую определенную, сказал молитву и ты уже спасен уже. Понимаете ли? Вот из моих братьев двоюродных, значит, некоторые стали тоже верить в такую веру, ну в исламе. Сегодня во многих мечетях у нас и по России тоже я вижу, есть такие проповедники, есть такие мулы, особенно молодые мулы. Я общаюсь, я бывал даже уже пару раз в этих мечетях мусульманских, делился словом, мне давали возможность как гостю проповедовать. Вот, как раз тема Рождества была, рождественская тема была. Я читал из семейства Имран, Сура, где говорится о рождении Иисуса Христа, Иса Масиха, что он родился от Духа Святого и Девы Марии. И говорилось тоже, что есть люди книги, есть инжин, я открывал Новый Завет и читал более подробно о Рождестве Иисуса Христа. Вот, и говорил о том, что личность Исы Масиха, она уникальна тем, что он родился там, именно сверхъестественно. То есть, все люди рождались естественным образом на земле всегда, вот, но кроме первого Адама, сотворенного из праха, все остальные естеством определенным рождались и рождаются. Но Иисус Христос пришел без мужчины от Духа Святого. И это в Коране тоже подтверждается. Вот, я находил этот момент всегда и от него начинал проповедовать, рассказывать о том, что Иса Масиха, но для меня он мой и Спаситель. Не просто пророк, а мой Господь и Спаситель. Вот, ну, кто принимал, кто не принимал, это уже вопрос такой. Вот, так, я начал уже про Ислам рассказывать. Ну, и вот, и Ренат, мой брат, потом Рашин тоже рассказывал, по-моему, не помню, кто из братьев моих рассказывал, у меня большая татарская семья, рассказывали, что есть молодые муллы такие, которые сейчас учат, что достаточно произнести вот эту формулу, что нет Бога кроме Аллаха и Магомеда его пророк, произнести ее на рабство желательно. И, значит, хотя бы раз в жизни. И ты уже спасен. Все. Даже если ты все остальные столбов не выполняешь, как бы, и живешь совершенно, там, харам, ханихайлялях, а харам. То есть, ты уже спасен, уже все. Даже если попадешь, там, где-то, там, какие-то, чистилища, тебя там все равно однажды оттуда, как бы, достанут. Но обрезание обязательно. Но обрезание, да, но там уже обрежут сразу. Да. И, ну, в этом отношении я о Ренатке тоже говорил, что, Ренат, не гордись тем, что обрезан, обрезанно, не обрезанно, говорю. Согласно Инжину, говорю, это без разницы вообще, говорю. Вот, ну, это вопрос другой уже был, да. Но по поводу ИСы Массива нашли общий язык, по крайней мере, нашли общую точку соприкосновения. И вот, и, понимаете ли, цыплят по осени, считаю. Понимаете ли, спасение, это не только хороший старт. Чемпион, это не тот, кто хорошо стартовал. Понимаете ли, когда евреи вышли из Египта, была масса людей. Множество евреев, множество неевреев. Есть еврейское предание, которое уже стало сегодня историческим фактом, потому что археология подтверждила это предание. Что, ну, предание говорит так, что примерно треть всех евреев, проживавших в Египте во времена Моисея, они так не поверили Моисею к пророку и Богу Авраама, не поверили и остались в Египте рабами. Другие предания говорят, еще более страшные проценты говорят, что две трети осталось неверием в Египте, а только лишь одна треть вышла. Но большинство рабинов в современных обычно говорят, в Ешивах так учат, я общался тоже с выпускниками Ешив этих, это семинарии еврейские. И они говорят, что сейчас обычно учат, что одна треть осталась евреев неверием в Египте. Но за место, говорится так же, что за место отпадших неверием природных этих ветвей, которые отвалились неверием в тот день, в те дни исхода, Бог привил верою, совершил, как мы называем это в еврейском гиюр, совершил привитие, это огромное привитие диких по природе ветвей, которые привили с верою. И поэтому исход, это не просто праздник еврейского народа, это не просто национальный праздник. Пасху это не просто праздник евреев, нет, это праздник верующих. И исход это праздник веры. Поэтому, ну это тема очень такая, серьезная тема. Так вот, сколько было народу вышедшего, точно не знаем, да? Но мужчин призывного возраста, по перекиси мы знаем, 600 тысяч человек. То есть больше полмиллиона было тех, кто под ружье готов был встать. Призывного возраста. Значит, не считая стариков, подростков, женщин, детей. Так вот, 600 тысяч человек. Ну, предполагают, что могло быть примерно 3 миллиона, вышедших из рабства египетского. Возможно, больше, возможно, меньше. И вот, из 600 тысяч мужчин, сколько дошло до земли обетованной? Пересекло черту финишную и вошли в землю Израиля. Два человека. Да, совершенно верно, два человека. Назовем этих героев. Иисус, Набер, Михалев. Два человека. Третий сошел с дистанции уже перед финишной прямой. Представьте, как обидно, а? Видеть, видит глаз да зуб не имет. Видишь землю, а не пересекаешь. Сойти с дистанции, даже хотя бы бронзу получил. Знаете, как на марафон слебе. Третьим будешь хотя бы, да? А здесь ничего, не солоно хлебавшее. Смотришь на землю, а не видишь, и не зайдешь в нее. Но Машарабейну, Моисей, пророк, Бог о нем приготовил лучшее гораздо, оказывается. Его тело так и не нашли. Помните, да? На горе. И там еврейское слово, которое переведено у нас как умер, оно может быть переведено как просто исчез. Испарился. Интересно. Тело не нашли. А нет тела. Нет тела. Что? Ну, обычно так евреи говорят, мудрецы говорят, еврейские. Спокон веков говорили. Вот придет Машеах, придет Машеах, придет Христос, и он все расскажет. Куда делся Моисей? Он все расскажет. Так и получилось. Моисея мы видели когда? В Евангелиях. Помните, да? На горе преображения. То есть, оказывается, он был восхищен туда. То есть, он умер в другом смысле. Не в таком, как вот обычно люди умирают. Тело без духа мертво, да? Душа вышла, и тело, оно в тле не обращается. То есть, он умер другим путем совершенно. Он трансформировался туда, в небесное это измерение. И смертное было поглощено жизнью. Слава Богу. Так что, Моисея не будем жалеть. Ему досталась, наоборот, самая сливка. Даже все остальные счастливчики не были такими счастливыми, как он был счастлив. Так вот, но, по крайней мере, официально, да, в земле обетованную из всего поколения вот солдат призывного возраста только лишь два человека. Представьте, какая печальная статистика, да? 600 тысяч человек на старте, два человека на финише. Ну, возможно, говорят мудрецы еврейские, говорят, что, возможно, у женщин не была так печальная статистика. Возможно, женщин вошло гораздо больше, значит, чем вот среди мужчин. Вот, но и дети уже подросли, уже выросли, уже поколения исхода. Те, кто там возле горы, возле Синая, был, знаете ли, еще совсем подростком, они были уже взрослыми мужами, и они зашли туда, в землю обетованную. Слава Богу за них, конечно, за новое поколение героев уже, у которых был другой дух уже, не пораженческий, не такой, знаете ли, вот. Ой, жалко, конечно, жалко, но в костне народ лег к Виепте. Так вот, друзья, ну, что вспомнить хочу вам сегодня, напомнить. Павел, Шауль, апостол Павел, он писал в послании к Коринфянам. Самое интересное, Коринфяне в основном были не евреи. Там, если евреи были, то они были исключением из правил. Там были не евреи в основном, Коринфской церкви. Но он писал Коринфской церкви, и писал в первом письме своем, что то, что написано о времени исхода, написано вам в назидание, в наставлении, достигшем последних веков. Чтобы вы не грешили, как они грешили. То есть, это не чтобы мы осуждали то поколение исхода, а чтобы мы на их примерах учились. И чему больше всего мы учимся? Тому, что блажены не те, которые, как бы, вышли, а те, которые взошли. Что, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Знаете ли, нельзя было... Вот те, что вышли, конечно, они радовали, что вышли из Египта. Но важно было, чтобы Египет вышел из них. А этого они не поняли. Очень многие не поняли. И когда совершается пасхальный седр, то поднимаются чаши, тосты поднимаются. Первый тост поднимается всегда. Пресный хлеб, вино, мясо, горькие травы. И пасхальный ужин совершаем. И первый тост всегда поднимался и поднимается по книге исход 6 глава, 6 стих, начало самая стиха, что он выведет нас из рабства египетского. И действительно, мы пьем первый тост, первый бокал, первую чашу на пасхальном седре, воспоминая то, что мы вышли из Египта. Потом второй тост идет по ходу этой церемонии, можно так выразиться, этого порядка, этого седра. Второй тост за то, как раз пьем, что Египет вышел из нас. То есть, мы не рабы, рабы не мы. Это как раз первых двух тостов центральная такая тема. Потом третий бокал поднимается всегда и поднимался с Моисеевым в самых времен за чудеса и знамения. Вспоминаем, что мы, когда выходили из Египта, то Бог совершал чудеса. Какие чудеса? Он, ну, казни египетские, перечисляем, во-первых. Перечисляем, говорим о том, что море стало пешеходное. Вот это я люблю очень православное песнопение. Яку по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, Гонителя фараона, видя потопляема Богу, Победную песнь поим вопияше. И вот это чудеса, это чудеса, Бог совершает чудеса, когда мы соглашаемся с его планом спасения. И потом четвертая чаша, это не совсем даже пасхальная чаша, это уже праздника Пятидесятницы. Это ваш престольный праздник, можно так выразиться. Пятидесятница. Значит, это шавуот, по-еврейски шавуот. Шавуот, неделя или швот, клятвы. Клятвы. Клятва завета. Клятва Бога, клятва людей Богу. Бог клянется людям, люди клянутся Богу. Швот по-еврейски, швот, клятвы. И во время этих швот совершилось клятва великое. Некогда не народ стал народом Бога. Из евреев и неевреев, всех вышедших из Египта, согласившихся с Божьим планом спасения. Тогда был Моисей спасителем для того поколения людей. Вот он был посланным Богом для спасения народа. И те, кто поверили, были блажены, благословенны были. Те, кто не поверили, оставились проклятыми и там умерли в Египте. Это великое знамение. Тогда был Моисей, сейчас Иисус. И Иисус Христос. И Он спаситель для всех поколений людей. Он сейчас выводит измученных на свободу. Он сейчас выводит. И вот там у горы, когда мы приняли заповеди, вот это воспоминается четвертой чашей. Бога усыновления чаша. Что мы теперь дети Бога. И потом пятая чаша, она наливалась с самых Моисеевых времен. С тех самых, ну, по крайней мере, Иисуса Навина времен. Но она не пилась, эта чаша. До самого времени Мессии. До самого времени Христа. Она не пилась никем. Эта чаша оставалась и после вечера, когда все расходились, гости. То эта чаша оставалась на столе. Ее никто не пригублял даже. Ее не благоставляли. Она оставалась последней чашей. И по книге Исход, это уже, по-моему, 6 глава, уже, по-моему, 8 или 9 стих. 8 стих, по-моему. Там говорится, что и веду вас в ту землю, о которой я клялся, дать ее Аврааму, Исааку и Якову. И дальше говорится, я Господь. И точка. Все. И вот. И пятая чаша не пилась. Большинство раввинов до сих пор говорят так. В знак печали. Траура нашего. Потому что из поколения Исхода, вот такая была печальная статистика. Только лишь два человека вошло в землю обретованную. Но, они говорили, мудрецы, что он придет в Ашиах, придет Христос, и он эту чашу поднимет. После вечера однажды совершится эта чаша. И он скажет, что эта чаша есть. Новый завет. Да, его завет. Брит Халеша, новый договор. И после вечера Иисус, там, в горнице, он совершил это тайнество. Мы говорим, тайны вечера. Самим поступком он объявил, что он есть тот самый Христос. Спаситель. Мессия. Какая там революция совершалась в этих еврейских мозгах, этих апостолов. Представляете, какое они чудо пережили. Они воочию видели, это и есть Мессия Христос. И последний хлеб, кусочек хлеба, что оставался после Седора, это Афикаман. Это знак самого Мессии, самого Христа. Да, друзья, дамы и господа. И поэтому в вопросе спасения в православии другая крайность есть. Другая ошибка. Потому что не увенчается, если даже подвизается, но незаконно подвизается. Понимаете ли? Многие православные, если брать монахи, такие ревностные православные и такие религиозные, сильно православные. Я знаю, таких много людей и знаю. Они подвизаются, но рано или поздно к ним приходит понимание, что они не увенчаются. Они беззаконно подвизаются, незаконно подвизаются. Даже на марафонском беге, если сравнивать с Библией, в Библии сравнивается это с ресталищем, с поприщем. Сравнивается это с марафонским бегом таким, допустим. Ты не можешь просто обычный гражданин взять и бежать вместе со всеми для массовки. Ты должен зарегистрироваться, тебя должны отметить как спортсмена. Ты должен получить квалификацию. Ты получаешь этот номерок в конце концов, ты регистрирован уже. И ты бежишь уже не просто оббежать, а ты бежишь уже законно. Ты отметился уже, тебя выдали номерок, тебя зарегистрировали. И поэтому без молитвы покаяния, без примирения с Богом, без принятия Иисуса спасителем своим, даже всю жизнь можно в пещерах жить, можно всю жизнь на столбах жить, можно всю жизнь стягать себя, все, молиться, хоть лоб расшиби, не спасешься. Наоборот, как та старуха, возле корыта разбитого останешься однажды. И представьте, в 20-е годы, когда делали эту эксгумацию, этих мощи вскрывали, я читал эти отчеты, были опубликованы отчеты судебно-медицинской экспертизы киевской 20-х годов, которые вскрывали эти мощи, вот этих недленных, этих монахов, и они пришли к выводу об их смерти. Оказывается, у всех этих мощей, сохранившихся хорошо относительно, или же очень хорошо сохранившихся, была одна и та же причина смерти. И врачи ее констатировали. Какая? Разрыв сердца. Хотя, и это был момент испуга, но самое интересное, врачи же, патологоанатомы утверждали, тогда еще, в 20-е годы, что испугать человека, который прожил 20 лет и больше в пещере, обычным образом, просто из-за угла, там, как говорится, пыльным мешком, не получится. У него другая психика, уже она перестроена. Его напугать просто так невозможно. Это должен быть испуг другого плана, неестественный испуг. И представьте, какой страшный мы видим финал. Люди всю жизнь подвязались, но незаконно подвязались. Если бы спросили бы тех монахов, почему они в этих пещерах проживают, они говорили, спасаем свои души. Но кто душу спасет, он погубит ее просто-просто. Потому что нужно не своими усилиями спасаться, а Христом Иисусом. Только Христом Иисусом. Больше нет других путей. Иисус это четко сказал. Я есть путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, который через меня. Вот поэтому глупо полагать, что только лишь вот однажды вот ты сказал молитву и все. И теперь можешь расслабиться. Значит, это ненормально. То же самое, как говорится, я вышел из Египта, значит, я уже все, я уже свободен. Нет. Оказывается, все только начинается. Оказывается, впереди еще путь еще. Нужно еще... Бог пообещал землю, так оказывается, она не так, как, знаете, по щучьему велению, по моему хотенью. Сами двигайтесь сами теперь. Нет. Не тут-то было. Без труда. Не вытащишь и рыбку из пруда. Там нужно еще попахать было. Ну, надо прийти в эту землю. А там гиганты. А там война. Как? Ну, как бы, знаете ли, подписываешь документ, но читай еще то, что мелким шрифтом написано еще. Бог подписал нас под многое чего. Но там еще есть кое-что в этом договоре. Но это не чтобы нам хуже сделать, а чтобы еще лучше нам сделать. Чтобы благословить нас. Чтобы, как добрый отец тот, в той сказке, когда он там своего сына, недоросля, посылал там к одному мастеру. Тот мастер-ломастер ему там заплатил, лишь бы тот дурака не валял. Вот, значит, деньги эти выбросил отец. И тот усы не повел, хоть бы что. Потом своего недоросля отдал там другому мастеру. Тот тоже с ним там провозился, потом заплатил ему лишь бы там заплатить и все. Деньги те тоже не ценил тот сын. Но когда к третьему нормальному мастеру, знаете ли, тот его через мозоли, через пот научил ему, ну, показал ему все. Научил его работать. И когда тот заработанный кровно уже принес к отцу, тот хотел бросить уже. Не, 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 папа, ты не прав. Это мои пот, и кровь, это мои мозоли. И все. Понимаете ли, сказка ложная, мне намек. Христианам всем урок. Знаете ли, потому что халява, она хорошо, конечно, но до поры до времени. Вот, значит, знаете ли, кстати, халява тоже еврейское слово, знаете ли, не слышали? Молоко. Халяв, молоко. Эр-эд-завал халяв, халяв, он ваш, в этой земле течет, молоко и мед. Халяв, молоко. И еврейские женщины по субботам не доели коров, но они звали украинских, там, белорусских женщин. Пожалуйста, доите. Халяв, халяв, бесплатно. For free, пожалуйста, можешь доить, пользоваться этим молочком, бесплатно совершенно. По этому выражению пошло такое халява. Но, знаете ли, халява, она, конечно, хороша, но не всегда. Иногда это играет очень злую с нами шутку. Очень злую шутку. И, я думаю, многие верующие это отмечают, что, ну, как мы знаем, да, что машина, она больше портится не от работы даже, да, от бездействия, да. То же самое христианин, он больше портится даже не от, там, работы какой-то, да, а от бездействия как раз. Вот из-за ленности просто-напросто, элементарно. И Бог хочет, чтобы его народ был хотя бы немного похож на него. А наш Бог очень шустрый. Он очень работящий. Он не бездельник абсолютно. Вот, и он хочет, чтобы его народ был тоже шустрым, поворным, вот, именно смекалистым, вот, ну, таким предприимчивым, таким сообразительным, вот, не просто как в этом мире ты не-то, знаете ли. И он хочет, что, и он своего добьется. Вот те, кто пойдут за ним до конца, он воспитает из нас хороший народ свой. К добрым делам. Ради этого он нас и избрал, собственно, и в Новом Завете, и в Старом Завете. Одинаковая история. Вот, и я благодарю Бога сегодня за Иисуса Христа, за путь, которым иду. Вот, и прошу прощения за ошибки, которые совершаю на этом пути. Но не валяться и не сожалеть там, и охоть, ахоть, а вставать и идти дальше. Вставать и идти дальше, потому что Господь, Он не хочет, чтобы люди, вот там, знаете, вот, всякими такими обидами, сожалениями жили. А шли вперед. И я прошу ваших молитв, вот, за реформацию православной церкви. Я верю, что, знаете, как вот в той сказке, в той русской присказке говорится, что мы, говорит, долго запрягаем, мы быстро ездим. Вот, православные очень тормозят, конечно, очень сильно тормозят уже много столетий. Но долго запрягают, но я верю, что однажды быстро поедут. Однажды, вот, этот потенциал должен высвободиться в Божьем Царстве. Во Христе Иисусе это возможно. Во Христе Иисусе это возможно. Поэтому мечта есть. Мечта, ради которой я тружусь. С самого 96-го года эта мечта у меня есть, я живу этой мечтой. Вот, и я не Манилов, слава Богу. Знаете ли, Маниловщина религиозная, это очень опасная вещь. Кстати, опять-таки, из переписки с друзьями, Гоголь писал, что образ Манилова для него был из мертвых душ всех этих, самым овратительным. Хотя, ни Сапакевич, ни Коробочка, ни Чичиков. То есть, там много подлецов было вокруг вообще, в этой поэме, как он писал. Но, из всех этих вот мертвых душ Манилов, вроде, самый такой даже привлекательный, наоборот, как бы, такой душевный вообще человек. Но, оказывается, Гоголь видел в нем выражение самой отвратительной, как раз природы падшей человеческой. Он, друзья, писал, что идея мертвых душ была для него именно идеей показать... Еще Пушкин подсказал ему эту идею, собственно, Александр Сергеевич, который хотел сам оплатить, но Гоголь доверил именно вот эту идею. Подарил просто, бесплатно подарил эту идею. Вот, описать состояние человеческой души без Христа, без Евангелия, мертвой души, без Бога. Вот, и главные пороки показать в этой книге. У него очень гениально получилось. Но, к сожалению, он не написал другую книгу. Ну, Лавра Гоголя мне... Я вот, Диме сказал уже, что... Не давит покоя. Я написал сейчас там... Сейчас переписываю ее. Назвал живые души. Опокаившихся. Чичиковых там и Клюшкиных. Спокивычек. Вот, но с Маниловым пришлось повозиться. До сих пор переписываю, до сих пор... Его покаяние мне трудно дается. Лентяя расшевелить сложнее всего вообще, честно говоря. И фантазеров. Не дай Боже. Потому что, знаете ли, когда грешник, он грешник, просто грешник, да? Ему проще покаяться, чем мечтателю грешнику. Вот. Ха. Вы когда-нибудь читали еврейские народные сказки? Сборник такой, да? Есть сказки народов мира. Русские народные, украинские сказки, да? Разные сказки. Африканские. А встречали в природе вообще еврейские сказки? Ха, правильно. Их таких нет вообще. Лишь один народ не числится в сказочниках. Лишь один народ есть. Народ, который не создал ни одной сказки за всю свою историю. Тысячелетнюю историю. Вот. Это удивительный парадокс. Но об этом мало кто даже интересуется этим вопросом. Но просто мне интересно. Я даже о двух из родинов тоже вопрос задавал. Почему? Ну, ооо. А-а.